Итак, всем привет, с вами Дубгай. Продолжаем играть за королевство в Францию в Казар Редакс. В прошлой серии мы наконец-таки закончили войну в Испании. Настроили уже наше производство, причем поконвертировали неплохую часть наших фабрик, военные заводы. В итоге у нас такая вот статистика, у нас 56 военных заводов, у Франции вот этой 63. То есть, в принципе, мы производим примерно столько же, сколько и они. Они только вот снаряжение побольше происходит, возможно там у них дивизии. Ну да, у них дивизии, конечно, солидно больше. И мы уже готовимся здесь высаживаться. Марпехи у нас на месте, здесь марпехи тоже у нас на месте. Будем мы его сюда проводить в Испанию. Я даже вижу здесь, видите, дивизии вообще нету на данный момент. Мы скорее сможем там нормально приземлиться. Плюс нам тут построили радар, авиабазу здесь достроили. Будем уже вот-вот высаживаться. У нас и авиации неплохо так, и танков у нас тоже уже более-менее. Здесь еще два. Дополнительная дивизия здесь обучаем. В общем-то, к войне мы практически максимально готовы. Во флоту у нас все хорошо, так что к нам не приплывут, скорее всего. Я думаю, сейчас у нас будет кто-то последний митва, и мы будем нападать. Поехали. Еще я выдал нашим морским пехотинцам огнеметные танков и роты. Я думаю, им это пригодится. Это даст немножко брони, но это пыль. Но в целом, самое главное, это даст плюс пафы в атаке. Это уже будет приятно для них. Как раз так, видите, морской десант тоже дает плюс 10%. Это очень важно, чтобы здесь перекрыть дебафы. Итак, азболи у нас есть, но давайте дождемся буквально чуточку тут 26. Хотя, давайте не будем больше ждать. Просто, видите, две дивизии тут, там. Но так можно ждать бесконечно. Мы в целом готовы. У нас есть небольшие гарнизоны. Здесь вот у нас три порта. Каждаем по две дивизии. Это наши гарнизоны. Вот эти дивизии уже пойдут непосредственно атаковать. Как только мы сможем, надеюсь, сделать тут выстку. Здесь готовы самолеты. Им сейчас не очень хватает снабжения, потому что у нас здесь морские дивизии как раз. Ну, морская пехота сидит. Приказ готов. И пора наступать. Все у нас движутся. Никто не фрусирует штаны. Единственное, что мне не нравится, что здесь у нас бомбит авиация. Давайте все-таки немножечко самолетов отправим вот сюда на перехват, пожалуй. Вот, пожалуй, как-то давайте вот так. Чтобы прикрыть наши здесь корабли. Ну, а здесь уже будет основная масса. Пытаться сделать выстку. Помочь нашим, собственно говоря, морским десантникам. И вот что у нас происходит. В целом, я бы сказал, давайте скорость немножко снизим. Что неплохо. Здесь, кстати, говорил, у нас броня нам помогает, даже на самом деле. Так, ну мы здесь точно высадимся. Я вижу. И давайте будем делать вот так. А где? Ага, понял. В целом, не так-то плохо. Надо тулон пытаться пробивать. Здесь у нас не сильно все хорошо. Самое главное, что мы несем не так много урона. Здесь тоже достаточно неплохо. Следовательно, так. Так. Следовательно, нормально мы продержимся и продамажим. Вы давайте сюда. Точнее, вы сюда. Вы оставайтесь на месте нормально. Вам даже можно в ответ атаковать. Ну и в целом, плюс-минус, мы обеспечили себе место выстки. Можно везти сюда основные дивизии и танки. У нас тут сразу, говоря, есть кнопки военное присутствие, мобилизовать лейлистов. Это стоит палитку, а как вы можете видеть, палитка у нас дохренища. Можем это нажимать. А дивизии, я даже не знаю, я бы их не поднимал. Вот военное присутствие, да, можно нажимать. Так, пока морская пехота здесь еще даже немножко продвигается вперед. достигают берегов наши основные пехотные дивизии. И сейчас будут нам дополнительно фронт прикрывать. И после этого мы начнем полумасштабное уже наступление. И будем возвращать наши территории. Единственное, что мне очень не нравится, что мы получаем не так много варскора. Видите, Германия уже там урон понаносила. Видимо, Франция в них подолбилась. Ну, будем смотреть, как что пойдет. В целом, должно быть более-менее. Итак, тут уже неплохо войск прибыло. Самолеты сюда тоже докинул. Пошло уже нереальное, нереальное сражение за Юг Франции. Самолеты можно еще сюда добавлять, почему бы нет. Вот так вот даже, я бы сказал, сделать. И можно сейчас не спеша немножко постоять. Здесь КА у нас ЖД поднимутся, то-се, не спешить. Плюс, какие-то битвы попроводить, чтобы урон нафармить. Но все-таки надо вернуть большую часть Франции себе, желательно. А еще можно тем временем заняться Италией, кстати. Почему бы нет? Потому что если мы капитулируем Францию и Британию, все зададутся. Мы этого не хотим. Мы хотим максимум варскору успеть заработать. Следовательно, мы делаем вот так. Это еще освободит нам немножко снабжение там. И давайте поможем. Вот так вот. Выстку сделаем сюда. И, пожалуй, вот отсюда-сюда куда-нибудь тоже. Нельзя, как я хотел. Ну ладно, давайте вот так. Почему бы не? 24 дня. Отправляются, пускай ребята запретить восточную мудрость. А стабильность пускай у нас куча. А здесь снабжением все так себе. Потому что, видимо, ЖД вот это, да, еще не ожило. Но живет, будет нормально. Можем, я не знаю, можем повоевать типа вот так. И потом отменить. Нам нужно просто урон наносить им. А урону мы наносим, конечно, ну, очень много. Особенно учитывая наше воздушное превосходство. Пускай они поднакидывают против нас дивизии. И вот потихоньку мы фармим. Намного получше. 17% уже. Здесь у нас выстка почти готова. Давайте-ка делаем весь тоже помощь флота. Кроме того, я это делал, видите, охоту на конвои. Давайте сделаем ударное соединение здесь снова. Ну, вражеского флота здесь нету. Пускай будет вот таким вот образом превосходство. Кстати говоря, его не хватает. Да, забавно. Ну, вот так вот будет точно хватать. И наши выстки поехали. Стоит еще немножко им воздухом, пожалуй, помочь. Здесь у нас битв сейчас особо не происходит. Именно наземных. В смысле. Давайте-ка парочку крыльев сюда. И вот так тоже сюда. Поехали. И насколько сложно будет взять детали. Давайте сейчас посмотрим. Нормально. На самом деле мы здесь победили. Хоть и сразу показывало 40%, но нет. Все было намного лучше. Все-таки морпехи с поддержкой танков это очень сильно. Давайте сразу вот так. Пожалуй. Ну, здесь как бы тоже сейчас доедут сюда парни. Да, уже доехали. Мы здесь тоже сейчас выбьем без особых проблем. И поедем сейчас дальше. Как бы варскор нам нужно нафармить в очень солидных количествах. Поэтому я тут очень стараюсь захватить как можно больше и подформить как можно больше. Здесь тоже чуть-чуть пробиваемся потихоньку. все-таки здесь нам тоже неплохо было захватить и отсюда варскор получить дополнительный. Кроме того авиация у нас здесь неплохо дамажит сверху. Давайте пока здесь битв нету пускай она здесь дамажит. Сейчас эти парни здесь немножко планирования накопят и тоже пойдут в атаку. Здесь уже планирование есть. Пускай они пробиваются вроде нормально. Плюс опять-таки можно сюда еще вот так наверное сделать. Вот это сюда эффект от этого очень даже неплохой. Тут еще микроокружение происходит итальянцев. Тоже очень приятно. И да по классиках так. А куда вы идете вопрос? Ага нашел. Нашел куда вы идете? Нет давайте вы до конца добиваете всю Италию. Нам предлагают лендлис но нет тем более это самолеты. Нам нужно каждая единичка варскор что мы только можем получить. Потому что Франции нам нужно вернуть очень много. Немцам нельзя давать ничего. У нас 27 у немцев уже 58 намного намного больше. Тем и потерям у нас все очень красиво. Так что и много 20 тысяч всего. Здесь же ребята получают солидный урон я бы сказал от нас. Россия еще начала марш на запад. Россия напала на Германию. У меня до этого дела нет. В России мы пока воевать не будем. Возможно в будущем так сказать чтобы определить то босс качалки. Но пока что нам точно это не нужно. А вот мы в Италии успешно продвигаемся. Скоро уже думаю она капитулирует. Да так и есть она уже капитулировала звук выстки в Иберию. Что? О как я сказал Испания на нашей стороне. В этом есть плюсы но есть и минусы. Нам нужно их территорию быстренько подограничить чтобы они внезапно сами не начали наступление во Францию. Потому что как я говорил мы хотим эту войну не спешно завершать а потихоньку аккуратненько максимально получая варскор себе. Мы тем временем планируем выставку в Ирландию уже. Ирландия тоже на их стороне. Пойдем в Ирландию кстати Гаити Чили и Краски Ирландия. Давайте вот так вот посмотрим Аргентина Аргентина кстати социол-либерализм что они не против нас надо бы что-то сделать с Чили и Гаити в Гаити мы кстати тоже можем высадиться я бы наверное занялся бы Ирландией потом Британией чтобы все-таки море себе выиграть так что это это не наш флот самое главное здесь наш флот доехал теперь мы делаем вот так и будем сейчас сражаться с британским флотом насколько мы уверены в себе давайте скоро попробовали побить видимо нам бы еще честно говоря вот так сделать бы пожалуй пригодилось бы я думаю все-таки здесь тоже в воздухе что-то есть и я предполагаю да что мы в один момент рано или поздно встретимся за британским флотом здесь но только ждать мы тут переходим в другой воздушный регион это не так хорошо потому что нам все-таки удобнее было бы один регион защищать теперь надо как-то подразделить наши силы в целом я думаю немножко из-за этого замедлимся сейчас но мы и так не спешим но мы еще сверху этого специально замедлимся ну тут ничто нам не мешает параллельно добивать врагов здесь мы кстати говоря неплохо так по конвоям работаем еще смотрите к германской империи в скобочках нет где наш флот сражается наш флот сражается жду британской вот именно судя по всему у них стоит здесь какой-нибудь средний риск и наш флот слишком большой для них возможно так все о нет нашелся хотя бы часть но нашлась и ну мы продамажили их и они просто отступили это не тот бой но мы урон вроде нанесли нам вроде не так много урон нанесли а вот еще мы их снова нашли давайте сделаем вот так патрулирование сюда они будут раз попробуем его снова найти но это не выглядит как весь британский флот так что странно о тут уже больше похоже на британский флот но нам еще дополнительная поддержка приходит а они только уходят одна они придумали приходить в бой что ж а вот мы смогли их догадать снова мы теперь в атакующей стороне к ним какие-то микро подкрепления пришли но все это разбивается британский флот не найден так здесь я полностью вычистил вот этот регион я прям направленно его вычищал давайте теперь пойдем пожалуй в западный только нам нужно как-то аккуратненько авиацию все поперебрасывать так чтобы авиабазы не позаполнялись сейчас мы придумаем что-нибудь кстати говоря у нас судя по всему окружении сейчас произойдет неплохого такого количества британских войск видите скорость все-таки неплохо нам помогает здесь я не зря немножко лишнего вложил в скорости средних танков обычно я не сильно о скорости задумываю так но здесь такие очень-очень медленные бои происходят но нормально а кстати на самом деле нам бы вот это поставить сюда а не вот это даже нет а вот это размещение потому что мы по размещению проигрываем здесь делаем то же самое примерно тоже обрезаем здесь нам и занимаемся ликвидацией окружения что здесь получилось здесь отлично кстати говоря ловим мы опять флот их как размещение я могу взять сюда берем прям в бою она обновляет до сотки становится все чуть-чуть повеселее но урона мы наносим много и фармим опыта тоже очень много единственное а где у нас ловела у нашего генерала адмирала точнее как-то все-таки он бедноват по ним так нас здесь пытаются атаковать ну да здесь во Франции все успешно я думаю можно было бы в теории заняться уже Ирландией давайте-ка поедем у нас есть вот этот вот прекрасно давайте вот так вот их отправим эти корабли здесь на патруле в принципе может и оставаться я думаю нормально здесь вот эти корабли нам должны помочь кто-то мы перехватили случайно видимо когда выходили из боя да господи хватит пожалуйста они реально сейчас не успеют доехать потому что здесь подлоски их спимали но нормально нормально все равно вроде да где-то даже красным сначала пишется танк это не наши немцы высаживаются мы должны оказаться там впервые однозначно да все мы уже успели уже перевели немцев самое главное давайте здесь тоже сейчас пробьемся у нас нет авиации но есть небольшая поддержка с моря хотя бы так уже солидно ну и да без проблем мы тут забираем территорию хоть где-то пирте пишется красным но это это обман зрения у игры на самом деле все нормально да мы заняли берег давайте делаем так делаем вот так и забираем все остальное время у нас уже 49% варскора это уже солидно хотя бы здесь давайте во франции все-таки дойдем до вот этих вот границ авиационного региона так вот пройдемся здесь есть для этого танки с поддержкой пехоты я думаю они без особых проблем здесь захватят все это и мы здесь сделаем еще одно окружение уже без особых проблем по ощущениям у нас достают все достают все отлично ну примерно все можно немножко так вот поперемещать вот очередное окружение французов здесь ликвидируется как французов плохих французов мы-то хорошие французы нас никто не ликвидирует бам и они испарились там уже потери 760 тысяч от нас мы же от них потеряли всего 35 разница конечно налицо и вся авиация может у нас теперь когда у нас регион перейти на новый регион кстати говоря помните вот эту Австрию бедную которая что-то там все воюет со всеми подряд она все еще жива мне кажется она переживет основных своих противников вполне себе а здесь в воздухе происходит вот такое особенно забавен тот факт что мы не видим атакующих действий ну практически здесь только периодически что-то появляется но там ведутся и такое ощущение что наши самолеты помогают немцам атаковать я не исключаю такого на самом деле так здесь у нас все готово значит как я и говорил мы занимаемся теперь Британией сюда половинка часть давайте-ка сюда вот куда-нибудь здесь так ну-ка и пожалуй я сделаю еще даже вот так тоже почему бы нет и нас опередили кто это австралазийцы господи но вы конечно и спешите но у нас еще не готово вторжение у нас еще 35-30 дней ждать надо так что мы пока не можем так просто взять и высадиться туда давайте кстати вот эту штуку исследуем все-таки уже пора это еще недоступно но вот это уже нам было бы полезно падение гонконга любопытно гонконг это кто япония захватила да а у кого такой вот вопрос она не воюет ни с одной из Британий непонятно какую Британию она там захотела кстати говоря непонятный чел правительстве не вот так а потом что-то пошло не туда как-то ну ладно в любом случае смотрите что авиация бомбит тогда так и есть но это мы можем пережить если мы кстати говоря подлоски скоро британские все уничтожим я кстати говоря вот сюда отправлю три дивизии тоже захватить здесь территорию это тоже даст нам варскора все-таки стоит за чили я наверное уже не поеду за варскором но слишком туда неудобно высаживаться как-то будет их что-то перевозить здесь тремя дивизиями вполне можно это займет 18 дней сначала сделаем это потом уже сделаем собственно говоря выездку Британия чтобы после Британии все сдастся здесь наш уже флот так-то на готове рефлировали мы почти все там выбили уже по тех у нас все говоря все очень далеко ушло уже можем еще здесь что-то вперед уже выкачивает 37% здесь господи как это сильно ну и да последние дни Британии вот этой вот не нашей сочтены кстати можно вот эту кнопку нажать включить слом британского союза у нас таким образом подготовка да ускорится и давайте стартанем уже высказку эти парни здесь доплывут вот-вот сразу будут в принципе готовы и я бы сюда отправил а блин сюда бы отправил скобочках здесь уже сейчас все закончат все равно вот этот корабль сюда отправил здесь у нас плывет хорошо давайте перебросим сюда тоже часть наших самолетов пожалуй вот таким вот наверное образом и конечно же перебросим часть нашей поддержки турмовой вот таким же образом ну и высток успешная мы занимаем берега здесь аналогично происходит все ну и сейчас о здесь еще ВДВС что ли сделали мне кажется нет а восставшие ага повстанцы кстати говоря нам бы можно было бы сделать вот это все это все стоит только политка политка у нас дохренища верно давайте все вот эти кнопочки понажимаем контроли всякие взорвать линии не надо лоя листы нам тоже не нужны военные присутствия да да это все нам не нужно если все говоря уже и так есть присутствия на море нам этот флот здесь так-то не нужен по факту поэтому его давайте сюда а здесь наш флот атаковали кто-то поможет да кто-то поможет можно не сильно задумываться об этом ну и добиваем тогда Британию что у нас по варскору 55% но мы движемся в хорошем направлении кстати можем самолет сюда переназначить даже особо не перебрасывая их никуда просто вот таким вот образом буквально с французских баз и начинаем здесь уже наступление последние дни этого Баританского союза этой опухоли на Британии сочтены здесь как я и говорил тоже высаживаемся все-таки было бы полезно захватить хранницу с победными очками верно тут неплохо уже на фармили но всегда можно больше и что здесь по поводу успешности так себе очень так себе типа мы возможно и пробьемся но очень жиденько причем скорее всего не пробьемся авиация здесь есть авиацию здесь некуда поставить да кое себе вот тут мы еще можем пробиться хотя вот тут мы уже вряд ли тут тоже шансы такие себе но хотя бы небольшой урон нанесем всегда полезно а так посмотрим и по Британии что у нас по Британии все у нас отлично капитулирует Литва Балтийское государство Осе ну слушайте вроде неплохо но где-то с проблемами посмотрим что там будет нам главное Францию все забрать остальное не так важно ну и потом конечно же вернуть исконно-французские падения Лондона отлично исконно-французские делятся Литарингию Рейнланд и Бельгию кто может спорить с тем что она не французская если как бы спорить уже и некому вот здесь солидное окружение получилось сейчас ликвидировано оно будет здесь тоже некоторое окружение тоже будет ликвидировано сколько уже британцы потеряли а ну вот британцы и все от нас они потеряли почти 700 тысяч потерь мы же от них потеряли всего 10 тысяч вот этот парень реально высадился если что и мы сейчас еще им поможем забрать порта Прэнс и капитулировать страну это приятно кстати говоря строим кораблики но это все неинтересно что же давайте и Францию добивать а идти тут сдалось сейчас смотрите что мы сделаем мы сделаем вот эти двигатели сюда заберем 10 острова и потом эта армия пойдет попробовать посаживаться в Чили а здесь я думаю нужно нажимать вот так предварительно только перебросив вот так всю авиацию обратно и конечно разрушители мы в воздухе разрушители мы на земле теперь нас декодировали давайте француз тоже декодируем не забываем об этом полезная кнопка можно кстати говоря вот это подкачать в скобочках мы улучшаем другое окей тогда не подкачаем ну в общем-то декодировали французов может от нас в бою хотя у нас так все очень прекрасно острова мы здесь кстати говоря забрали плюс микро варскорб плюс микро варскорб за урон тоже почему бы и нет можно пока попланировать выскучили потому что я не уверен капитулирует ли Чили после капитуляции Франции в теории да на практике неизвестно но и вопрос откуда лучше ехать я полагаю лучше ехать вот отсюда опять окружение на принципе мы и без окружения отлично дамажим французов тут видите уже 1 миллион погибших осталось буквально чуть-чуть вот мы кстати возвращаем Париж войска которые туда выйдут я думаю будут невероятно довольны с собой и вот она падение Парижа наша победа над страной французской коммуны теперь предопределена ура товарищи ой это реплика не той страны и капитуляция есть осталось лишь вернуть себе свое и возможно взять что-то еще сверху кстати что по Чили Чили тоже кстати сдалась так же нормально за один ход буквально мы сможем всю французскую коммуну забрать себе а это значит что будем мы добирать себе что-нибудь еще к примеру можно забаренитить взять Чили ага нет нельзя забаренитить ну давайте тогда захватим еще Чили возможно какой-нибудь Гаити ну и что там еще на сдачу у нас останется конечно тоже заберем а знаете что на самом деле надо сделать надо сделать вот так Канада и забулить немцев потому что все должно достаться Канаде очень важно сделать вот так вот ну и нам забрать еще что-то остается ну да типа вот так мы делаем и в теории Канаде мы все это даем блин ну я в Канаде в теории в теории должен даваться именно им а вот это можно самим забрать уже себе и целью там хотят немцы пусть подавятся слушайте так мы вообще все заберем у нас там было 50-60% но мы забираем себе буквально все немцы не получают ничего вот что происходит когда ты просто стоишь на границе и французы приносят победу все Антанти ребята ура ура Антанти ура союзникам что ж на этом можно эту серию подзакончить очень успешно и самое главное очень экономно по ресурсам мы буквально потеряли сколько-то 50-60 тысяч людей это ну у нас одна миллионная армия если что да там 300 тысяч в подготовке это резервы наши но все равно 30 тысяч все 50-60 тысяч потеряли вот с вами был Дубг подписывайтесь если вдруг еще не подписаны лайк, комментарии все как обычно и до скорых встреч пока пока